Всем привет! Сегодня мы подготовили для вас топ-10 вопросов, которые поставят в тупик даже самого опытного преподавателя, потому что они... Клупые! Number 10! А где учитель? Думаю, каждый начинающий преподаватель сталкивался с подобной ситуацией. Родители приходят пообщаться об успехах ребенка, заглядывают в класс и принимают учителя за... Старшеклассницу. Старшеклассника. И тут приходится делать максимально серьезный вид... Доказывая, что возраст не помеха профессионализму. Number 9! Вы моего ребенка не любите и поэтому ему ставите двойки? Это даже не вопрос, а скорее восклицание, которое определенно слышит каждый учитель. Очень жаль, что некоторые родители думают, что оценки это проявление отношения, а не реакция на выполненное задание и успехи ученика. Ответить на этот вопрос хочется саркастичное. У хорошего учителя в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны. На самом деле нет. Мы, конечно, ко всем объективно относимся и очень всех любим. Но Петя любит учить больше. Number 8! А вы все слова на английском знаете? Какое искреннее удивление вызывает у детей? Честный ответ нет. Вот и приходится объяснять, что человек все знать не может и это нормально. Знаете ли вы слово тетерев на английском языке? Было смешно, когда дети не знают слово какое-то на английском, они просто произносят русское слово с английским акцентом. Can I please take карандаш? Number 7! А в каникулы вы тоже отдыхаете? В каникулы школьные учителя заполняют журналы, корректируют программы, занимаются профессиональным развитием, а также придумывают новые задания для учеников. Но лучший отдых это же смена деятельности, поэтому мы едем копать картошку. Number 6! А можно мы вам позвоним в субботу часов в 11 вечера, чтобы вы нам подробно объяснили, как домашнее задание выполнять? Да, конечно можно. Можно ночью, можно ранним утром в воскресенье. А если у вас дрель еще есть, можете просторить мне стену. Учитель, это ведь призвание. А от призвания не бывает отдыха. Хочется сказать некоторым родителям. Но вместо этого все же вежливо намекаем, что есть время, когда звонить и обсуждать рабочие вопросы уместно. А когда лучше не стоит. Вряд ли вы будете звонить своим коллегам ночью, чтобы выяснить что-то срочное. Number 5! Вы носите джинсы и футболки? Да! А еще спортивные костюмы в спортзале, купальники на пляже и нарядные платья на праздничном мероприятии. Ну или костюм. Конечно, многим ученикам удивительно... Ты что, это наш учитель? Видеть учителя вне стен класса. Но мы правда обычные люди и живем не только работой. Хотя, кого я обманул? Все время на работе. Number 4! А вы можете меня очень быстро всему английскому научить? Одного занятий в неделю хватит, чтобы подготовиться к Айлс на 7,5 за 3 месяца? А лучше на 8. Нет, домашнее задание мне некогда делать. Я же работаю, ну что? У меня собеседование через неделю в международную компанию. Мы же сможем за 2 раза подготовиться. Друзья, я буду только с гордостью рассказывать коллегам, как мне повезло с учениками, которые способны на такой прогресс. Но помните, даже самый талантливый учитель не сможет за вас, за учеников, выучить фразы для эссе, формулировки вопросов на собеседовании и язык вообще. Изучение английского, как любого другого предмета, это усилие двух людей и ученика в первую очередь. Number 3! Что-то вы мало-много, часто-редко задаете. Можно часто услышать от родителей некоторых учеников. А иногда могу дать такое задание, которое и в домашкой, в классическом понимании трудно назвать. Что-нибудь погуглить или сделать плакат. Google it! Number 2! А вы что, общаетесь с коллегами? Сейчас я раскрою страшную тайну. В общеобразовательной школе или в частной, офлайн или онлайн, учителя между собой общаются. Really? Нам всегда есть, что обсудить между собой. Поделиться педагогическими находками, заданиями, фишками, опытом работы с непростыми учениками. Поэтому любая информация очень быстро распространяется в учительском сообществе. Так что восьмой Б. Number 1! Нам надо 5. Поставите за четверть. В этом вопросе утверждение прекрасно все. Он вызывает массу встречных вопросов. Кому нам? Надо больше родителям или ребенку? Вам надо 5 или качественные знания? Опытные коллеги поделились универсальным ответом на этот вопрос. Я очень люблю пятерки. Я буду исключительно рад, если ваш ребенок будет их получать. Оценка? Показатель знаний. Я могу, конечно, нарисовать всем пятерки и не работать. Но потом же вы ко мне придете с вопросом, почему вы вынуждены нанимать репетиторов для подготовки к экзаменам? А в путешествиях ребенок ничего не может спросить на английском. Ситуации бывают разные. Иногда даже у самых опытных преподавателей в голове возникает множество вопросов. Получить ответы на эти вопросы и на многие другие можно на Sky Teach Fest 11 и 12 октября. Тема фестиваля – Digital Education. Своим опытом и практическими кейсами поделятся ведущие спикеры с мировым именем. Такие как Крис Ролланд, Марик Кичковяк, Гейл Эллис, Дороти Земак и не только. Готовьте свои вопросы для обсуждения с коллегами и экспертами. Билеты от 500 рублей. Такое нельзя пропустить. Регистрируйтесь на сайте. А ваши ученики задавали вам интересные вопросы? Я уверен, что да. Не надо было даже спрашивать. Милости прошу в комментарии поделитесь, пожалуйста, ими с нами. That's it for today, ladies and gentlemen. Goodbye.